Здравствуйте! Информационный час на телеканале. Эфир завершает тема с Сергеем Шерстнёвым. 15 лет назад в нашем городе появилась новая радиостанция. Начало вещания «Эхо Москвы» в Казани пришлось на август 2004-го, но отметить эту дату казанские «Эховцы» решили сейчас, ибо лето время отпускное. Поздравить коллектив приехал главный редактор Алексей Венедиктов, и сегодня он у нас в студии. Алексей Алексеевич, здравствуйте! Здравствуйте, Сергей! Рад познакомиться лично. Вот посмотрел сайт «Эхо Москвы» в Казани, и как лозунг предваряет его ваша цитата. «Эхо Москвы не аббозиционное, а объективное радио». Ну и первый вопрос, собственно, такой. Как вы считаете, насколько в регионах России можно позволить себе роскошь быть объективным радио? Ну, смотрите, регион – регион – рознь, и коллектив – коллектив – рознь. Мы знаем про совершенно фантастические региональные медийные проекты, если говорить об интернете, там, «Тайга-инфо» или «Фонтанка» в Петербурге, я имею в виду, или «ТВ-2» в Томске, да, то есть возможно. Но, конечно, это сопряжено, как во всем мире, журналистскими рисками. Где-то журналисты защищены больше, там, первой поправкой, как в Соединенных Штатах Америки, где-то защищены меньше. В России вообще журналисты – это вторая гражданская профессия по погибшему, убитым, искалеченным после шахтеров. Я имею в виду гражданскую, мы не считаем там МВД, там, спецслужбы и так далее. Это просто опасная работа во всем мире. Ну, надо признавать это и, как бы, взвешивать свои риски. Поэтому я бы не стал делить регионы. Я очень внимательно мониторю то, что возникает в регионах, там, и в Калининграде, и в Липецке, и в Воронеже, и в Туле. Вопрос же, повторяю, не в том, чтобы быть оппозиционным. Вопрос в том, что ты представляешь интересы своих читателей, зрителей, слушателей. У тебя всегда есть рядом власти, владельцы, акционеры и слушатели. Вот эту триаду, на мой взгляд, надо расположить так, чтобы в базе были слушатели, ну, потребители того, что ты делаешь. Когда принимался закон о печати в 90-м году, сначала советский закон, потом российский, там четко написано, учредитель не имеет права вмешиваться. Но мы же понимаем, что это, скорее, пожелание. И учредители, власти, особенно, когда они учредители, у них свой интерес. И мы его понимаем, и мы его признаем. Но первичен интерес слушателей. Первичен интерес аудитории. Вот он первичен. Вот мы должны рассказывать так, чтобы слушатель на основе нашей информации принимал какие-то важные для себя решения. Мы не можем подвести своего слушателя. Я не скажу, что у нас все химически чисто. У нас бывают косяки довольно часто. Это, конечно, и власти, и не только власти, и разные богатые дяди, а пачи, чайные тети пытаются влиять. Мы не обижаемся, потому что мы понимаем интерес. Мы просто строго говорим. Сначала слушатели, их интерес, потом все остальное. Ну, вот вы упомянули то, что регион, региону рознь, Татарстан, как российский регион, насколько интересен на федеральном уровне, и насколько часто новости из Татарстана, из Казани становятся топовыми у вас? Ну, смотрите, во-первых, наш интерес определяет эхо Казани, которое нам показывает темы, да, центральному, федеральному эхо. Ну, надо же признать всегда, что новость – это когда плохо, а не когда хорошо. Это не количество удоев и надоев, и не урожайность, и не открытие нового завода или нового храма, или новой мечети. Новость – это когда происшествие. Это правило мировых новостей. Ну, это профессия такая. Поэтому мне один руководитель региона, не Татарстана, сказал, я мечтаю, чтобы моего региона не было в Ахабоскве. Вот забудьте про нас, я говорю, я вот забуду про тебя, когда у тебя прекратятся разговоры надоев и удоев у тебя, и когда у тебя в регионе, местные СМИ будут рассказывать о том, что происходит на самом деле. Поэтому, если говорить о повестке дня, ну, у нас, вот мы как раз сегодня обсуждали это с президентом Татарстана Рустамом Менихановым, мы говорили, а это может звучать очень философски, но это примитивно к повестке дня. А самоидентификации татарского языка и татар в Российской Федерации, их истории, их культуре, да, что российская культура, это не только славянская культура, как иногда мы видим. Вот мы говорили с ним об этом, это правда. Поэтому, когда идут новости отсюда, касающиеся вот этих аспектов, да, религии, культуры, стояние на реке Угре, условно говоря, конечно, становится новостью федеральной. Вы встречались, как вы сказали, с Рустамом Менихановым, с мэром Казани Эльсуром Медшиным, но я-то, насколько понимаю, не в каждом регионе бывают встречи с первыми лицами. По-разному. Ну, вот я до этого был в Перми, и случилось так, что губернатор, вот он уехал в Москву, мы должны были встретиться. Потом он вернулся, уже улетел я, потому что ему нужно было лететь там в Беларуси, потом к вам. Но при этом, что я делаю, я всегда сообщаю, что я готов либо взять интервью, либо попить чаю. Потому что попить чаю, как вот мы с господином Менихановым, не менее важно, чем взять интервью, как у господина Медшина. Потому что, скажем, оценки президента Мениханова, я надеюсь, что завтра я встречусь с президентом Шаймиевым, их оценки мне, может быть, более важны, чем если бы они давали обычное, банальное интервью и говорили правильные слова. Когда ты без микрофона, ты более свободен. И тогда я больше начинаю понимать, что происходит в вашем регионе. В этом же смысл. Смысл работы журналистов, еще сначала анализировав в голове, а потом на языке. Как ты можешь анализировать истории, когда у тебя одна точка зрения, фейсбучная еще. Я вот приехал к вам из Минска, из Беларуси. Что я сделал? Я встретился с нашим послом, российским послом в Минске, господином Меденцем. Мы чай попили. Не было ни одного интервью. Второе. Я поужинал с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем. Получил его взгляд на проблемы интеграции. Есть российский взгляд, есть белорусский взгляд. Я встретился с некоторыми американскими экспертами, которые были в Минске, получил их взгляд. И тогда у меня формируется моя точка, имея собственный взгляд, моя точка зрения. Вот тогда мои слушатели получат разность взглядов. Они могут выбрать любую точку зрения, а могут создать свой. В этом работа. Об интеграции Беларуси и России обязательно задам вопрос. Нам это тоже очень интересно. Пока все-таки местная, внутриреспубликанская повестка. И один из крупных медийных поводов это ваше заявление о Казани, как о возможном месте, где можно опробовать систему электронных выборов на следующих думских выборах. Насколько я понимаю, Казань это не просто реверанс, это потому что информационные технологии на высоком уровне. Слушайте, я похож на человека, который кому-то делает реверансы просто. Он просто раздает реверанс. Нет, это похоже. Послушайте, мы провели эксперимент в Москве на трех маленьких округах на выборах в городское собрание. Никто не смог взломать и не было вброса. Вот две точки. Там другие проблемы есть. Реально, там соотношение между тайной голосованием и наблюдением, как совместить эти вещи. Но ни взлома, ни вброса. Значит, эксперимент закончился. Для того, чтобы начался новый эксперимент, нужен новый федеральный закон. Мы стали смотреть, я стал смотреть, поскольку я лоббист всего этого, какие субъекты федерации, где еще возможно. Понятно, Москва. Мы уже опробовали. Понятно, что Казань, потому что новые IT-технологии в Казани это важная история. Более того, ведь интересно, а сколько людей захочет. В Москве, в этих округах, захотело 2% избирателей. 2%. Но явка-то была за 90% тех, кто захотел. То есть люди сознательно выбрали новую технологию и ее применили. Мне говорят, окей, послушай, но ты не можешь защитить тайну, потому что вот сейчас там у Сбербанка утечки, у Билайна утечки. Я говорю, отлично, говорю. Скажите, сколько человек отказалось от использования Сбербанка? Кто сдал свои карточки? Никто. То есть риски есть, но мы должны предоставить возможность спокойным, грамотным людям, которые уже пользуются электронными услугами. Москва на первом месте, Казань на втором по электронным услугам. То есть люди привыкли, и они каждый день что-то электронное делают. Значит, Москва и Казань. Третья история. С июля следующего года начнется в Российской Федерации эксперимент по выдаче электронных паспортов. ID-карточек. С 1 июля в Москве, и, насколько я знаю, реально обсуждается Татарстан. Как эксперимент. Но, ребята, если мы готовы к этим услугам, это плюс одна услуга. Все. Это же не обязательно голосовать на выборах. Это можно голосовать по любому вопросу среди этих избирателей. Знаете, мы провели по просьбе мэра Собянина, мы провели эксперимент, мы проголосовали в этих трех округах, помимо выборов. Вопрос. Вы хотите, чтобы город вкладывал больше денег в дороги и в парковку? Или в зеленые насаждения? Голосуйте. И вот 92% проголосовало, поэтому больше, чем на выборах депутатов. Но 58 на 42 в двух округах и 48 на 52 в третьем округе. И Собянин говорит, и вот что это? Понимаете, и вы можете с помощью системы голосования ставить вопрос во дворе. Нужен шлагбаум или нет? Это не обязательно выборы. Вопрос там, что делать с бездомными животными? Вот что такое электронное голосование. Хочет Татарстан и Казань быть впереди планеты всей? Welcome. Не хочет? Обращусь в Бурятию. Вы упомянули уже, что на встрече с президентом Татарстана говорили о языке, о татарском языке. С учетом того, что довольно продолжительное время уже у вас выходит цикл по изучению татарского языка на радиостанции. Есть еще аналогичная программа по украинскому языку. И наверняка вы упоминали, что вы внимательно следите за региональными новостями. Вы в курсе, что прошлый год в Татарстане прошел под знаком битвы за татарский язык. Да. Вот как... Я принимал в ней участие. И на этой почве поссорился с некоторыми... Ну, поссорился. Поругался. Ругался. Ругался. С некоторыми федеральными политиками. Вы выступили апологетом. Отнюдь не татарского языка. А я выступила апологетом отношения к языку коренного народа в некой территории. Это все равно в данном случае якутский, бурятский, ненецкий. Как вы хотите, да? На мой взгляд, это был ошибочный подход. Я имел возможность высказать свою точку зрения президенту Российской Федерации Владимиру Путину и объяснить ему как школьный учитель. Еще раз. Как школьный учитель с 20-летним стажем я понимаю угрозы. Любое разделение класса по языку, по вере, по национальному признаку, любое разделение на уровне школы, вот взрослые хрен с ними как-нибудь обойдутся, разберутся они на каком языке говорить. Но перенос всей этой истории в школы, безусловно, будет закладывать в гражданах одной страны чувство недобрососедства. Я бы сказал так. Я это сказал президенту. Ну, вы видите, что это не моя заслуга, что и я знаю, что ваш президент высказывал более жестко эти опасения. Мы видим, что было смягчено первоначальный такой вот языковый сюжет. Но это вечная война. Это вечная война. И я вот тогда сказал Путину, я сказал, смотрите, Владимир Владимирович, вы ругаете Украину за то, что она делает с украинским языком. Российским языком. Вы что, закон списали у украинцев? Мы ругаем Латвию за то, что она делает с русскоязычным мешком. Мы что, списали у латышей? Ну, ты преувеличиваешь, ты преувеличиваешь, вечно ты паникуешь. Но я говорю, я лучше буду паниковать, как бывший школьный учитель, потому что я паникую о будущем. В настоящем ничего не произойдет. Ничего не произойдет. Но дети разделенные. У тебя есть возможность, у меня нет возможности, у меня родители решили. Почему это родители решают, а не дети? Дети жестокий народ. Они начинают дразниться, они начинают сторониться. Они говорят, это человек чужой. Он пахнет по-другому, он ест по-другому, у него другие праздники. Он говорит на другом языке, все, стоп, как можно отказываться от билингвы, как можно отказываться от другой культуры. Ну, вот такой был закон, это очень опасный закон для Российской Федерации. Я надеюсь, что законодатели вернутся к нему. После встречи с мэром Казани Суромершиным появилась информация в телеграм-каналах, собственно, сейчас и СМИ распространяют ее активно. Казань будет бороться за проведение финала Лиги Европы УФА 2023 года. Собственно, вы это первому написали в своем телеграм-канале. Понятно, что у нас была универсиада, понятно, что был чемпионат мира по плаванию, понятно, что были матчи чемпионата России по футболу. Славная история. Но на фоне нынешнего отношения к российскому спорту в мире, нет ли у вас опасения, что наших спортсменов, к примеру, не будет на следующей Олимпиаде? А если и будут, то они будут не под российским плавом. Ну, слушайте, опасения есть, но давайте скажем честно, поскольку мир стал прозрачен, хватит хитрить. Умение признавать свои ошибки, недочеты и преступления, это великое умение. Умение извиняться, это великое умение. Если мы там что-то прячем, вот сейчас нельзя спрятать, потому что человек, который участвует в этом прятании, он потом в Твиттере напишет и все, и улетел. Он не подписывает бумаги, я не буду в Твиттере раскрывать ничего. Слушайте, ну, невозможно. Поэтому первое, интерес зрителей, еще раз, не спортсменов. Здесь важен интерес людей, которые смотрят на это, приключения, на это действие. Второе, это интерес спортсменов, которые готовятся. А давайте свои амбиции, и каждая страна засунет в то место, которое не упоминается в телепрограммах. Надо сделать все, чтобы наши спортсмены могли выступать на Олимпиадах и в соревнованиях. Я знаю, как круто работает глава Русады Ганус. Я знаю, что он профессиональный боец в международных спортивных организациях. Ему удалось уже много. Дайте ему возможность и поддержите его с тем, чтобы он смог вернуть нашим спортсменам, еще раз повторю, уверенность в том, что они выступят. А тем, кто ради ложного понятого чувства патриотизма пытался вмешаться в нормальную подготовку спортсменов или скрывал какие-то данные, ну, слушайте, дайте им дачку и посидят на пенсии. Ну, уберите их, наконец. Ну, нельзя играться уже. Ну, вскроют. Ну, мы даже видим, как вскрывают профессиональных разведчиков или шпионов, как хотите. Да ну, прекратите уже. Ну, все уже. Россия, Белоруссия, как считаете, насколько все-таки удастся глубоко интегрироваться друг в друга? Ну, смотрите, главная тема моих бесед, вот этих ужинов, я уже работаю там выносной печенью своей, уже просто, да, потому что это все добродушные, доброжелательные, но очень острые беседы. Главная тема, что вы называете глубокой интеграцией? Вот буквально дословно. И ты понимаешь, что некоторые российские политики глубокой интеграцией считают одно, другие российские политики считают другое, белорусские политики считают третье. Ребята, ну вот вы что. Вот 8 декабря министр экономики Максим Орешкин должен, ну, и, соответственно, министр экономики Белоруссии, забыл, как его фамилия, имя забыл, Крутой, по-моему, Андрей, Крутой Орешкин это называется, комиссия Крутой Орешкин, должны предоставить президенту манификацию налогово-административного кодекса. Это тяжелейшая историческая задача. Я, честно говоря, не верю, что они успеют этого, ну, просто, ну, не верю, что они успеют. Но задача поставлена. Это мы понимаем. А глубокая интеграция – это чего? Вот я спрашиваю у одного из членов комиссии, говорю, «Единая валюта», он говорит, Венедиктов, ты тупой, ты не экономист. Единая валюта должна завершать работу, а не начинать работу. Представляете, да мы-то все, а, давай рубль, давай там, или назовем это как-то по-другому, зайчик, неважно, волчек, неважно. Нет. Специалисты говорят, сначала вот эти все унификации, таможенные, там, налоговые, а есть еще Еврозес, которая висит у нас, да, и так далее. Поэтому, первое, это разное понимание. Вот, разное понимание. Вторая история. Есть политическая интеграция, есть союзное государство. Как это связано с, как это говорит, проблемой 24, 24-го года. Она подстегивает, она не подстегивает, а кто верховный главнокомандующий? А какая роль у союзного парламента? Пока мы видим импотенцию, да, то есть, ну, они декларацию делают. Будем передавать туда суверенитет, и российский тоже. А у Владимира Владимировича, мы российский суверенитет будем передавать белорусским товарищам? И вот это вот, такой клубок, я не верю в близкую интеграцию, хотя все может быть, но я не верю. Ну, конечно, без украинской повестки тоже не могу не задать вопрос. Вы, в общем-то, выступаете очень часто экспертом именно по этой области. И я помню ваше нашумевшее интервью громадскому тлобачению в феврале 14-го года, когда вы довели ведущих до белого коленя. Они там говорили, что разговор не клеится, что вот он... Они уходили из студии, я как гость сидел без ведущих. Но многие вещи, о которых вы тогда говорили, до стрельбы на Майдане, до событий на восторге, до Крыма, они сбылись. Вот сейчас современная Украина Зеленского, опять идут какие-то определенные майданные колебания, течения. Как вы считаете, будет еще один Майдан там? Я в августе месяце сказал своим собеседникам, свутыльникам, что у Зеленского три месяца. У него окно в три месяца. Потому что Украина, несмотря на счет Зеленского, там, 70 на 30, да, имея в виду рейтинг его, она расколота. И это факт. Ну, может, это нравится, может, не нравится. Это факт. Вы имеете дело с расколотой Украиной, где треть или больше третье населения тоже хочет окончания войны, но не хочет того, что они считают капитуляцией перед Россией. Да, да брось-то у него сейчас все, у него сейчас Рада, парламент под контролем, суды под контролем, сам он президентский офис под контролем. Ну, хорошо, прошло не три, а два месяца. И мы видим уже первый Майдан. Это еще не Майдан, ну, в нашем понимании, это Майдан для них 10 тысяч человек, палатки, ну, потому что они по-разному к этому относятся. Потому что нельзя разговаривать с одной частью общества, игнорируя вторую, даже если оно меньшинство. Это касается и Москвы тоже, в смысле, и России тоже. Просто нельзя. И мой опыт показывает, что если вы игнорируете часть общества, то это общество уходит в радикализм. Ничего с этим не сделаешь. Это мировой закон. Нет представительства, нет коммуникации, нет возможности занять позицию, значит, на улицу. Вот это история ожидаемая. Поэтому, говоря об Украине, вот оно случилось даже раньше, чем я не ожидал. Это только начало. Это надо понимать, что против там политики избранного 70% президента Зеленского выходят, скажем, ветераны АТО, антитеррористической операции. Они воевали, они проливали кровь. И вот очень простой вопрос. Я представляю наших ветеранов по Афганистану, по Чечне. Мы что, отдавать будем эти земли? Там разделение. Мы что, мы? И вот вам на разделение двух станиц приходят 300 ветеранов, которые там воевали и проливали кровь. Мы отсюда не уйдем. Что будет делать Зеленский? Стрелять в своих ветеранов? Ветеранов Украины? Это такое решение, которое... Ну вот его нет. Хорошего решения нет. Поэтому я думаю, что если он не будет слушать и эту сторону, и говорю, слушать, встречаться, получит Майдан. А что с Донбассом будет? А с Донбассом будет Карабах. Вот Донбасс – это Карабах. То есть там решение может быть такое, может быть сякое. Но надо понимать, мне кажется, что надо понимать, что все, когда говорят о Донбассе, все говорят о территории. А говорить надо о людях. А что будет с людьми, которые на Донбассе? А что будет с теми, кто поверил в то, что Донбасс должен быть... И кто искренне считает, что Донбасс должен быть российским. Они должны быть выгнаны с этой земли. Или наоборот. Или наоборот. Неважно. Что с людьми этими будет? Они хозяева своей земли. Они украинские сейчас граждане. Они берут вторые паспорта. Что будет? Донбасс – это люди. Смотрите, из пяти миллионов жителей оккупированной территории, уже два миллиона уехало. Миллион двести уехало в другие районы Украины. Восемьсот тысяч в Россию. Президент Лукашенко говорит, послушайте, у меня сто шестьдесят тысяч беженцев. Я подумал, он скажет, из Сирии. Нет, с Украины. Сто шестьдесят тысяч для маленькой Беларуси. Принять, накормить, дать работу, чего еще дать, не знаю. Мы говорим о сирийских беженцах, о турецких беженцах, еще о каких-то беженцах, палестинских беженцах. Вот, Украина беженцов. А им чего? А как с ними? И этот вопрос-то я задаю грамотный, правильный, какой я красивый. Ответа-то нет. У вас на радиостанции очень часто в качестве эксперта привлекается Анатолий Шарий, известный блогер украинский. И одно время привлекался активно, потом была пауза, связанная с тем, что вы на него, ну, обиделись, что ли, не знаю, как это можно выразить. Я не обиделись. Да, сейчас опять стал появляться. Конфликт решили? Нет, смотрите, там было две истории. Значит, Анатолий Шарий, действительно, украинский блогер. У нас есть ко всем гостям ограничение одно. Они не имеют права нападать на журналистов Эхо Москвы. За мнение. Значит, они все предупреждены. Раз напал, два напал. Я предупредил. Три напал. Пошел вон. Потом, когда там произошло некое извинение в Твиттере, он стал кандидатом в Верховную Раду, в Государственную Думу. У нас впереди. А мы политиков там сильно не привлекаем в эти программы, потому что, ну, понятно, интересно экспертное мнение, а не мнение политика, которая... И когда закончились выборы, он не был избран, его партия не прошла, он вернулся, он хороший эксперт. Да, у него достаточно радикальная точка зрения, но он хороший эксперт. Мы просим одно – соблюдайте правила. Это правила нашего эфира. Вот если кто-то, не важно кто, не важно, у него было хорошее слушание, хорошие рейтинги, мне абсолютно все равно. Вот эти правила мы играем в шахматы. Вы хотите играть в домино на другую радиостанцию? Хорошая игра в домино. Только не надо мне здесь вот это устраивать, да? Это заранее известные правила. Конфликт исчерпан. А есть все-таки некий черный список персонанграта, который никогда не появится? Да, он есть, но это не список. Во-первых, он, как сказать, волатильный, как говорят мои друзья-экономисты. Есть конкретные причины, по которым я объявляю о том, что эти люди, и мои слушатели это знают, что эти люди не будут приглашены в эфиры Эхо Москвы. Ну, во-первых, это фашисты. Те, кто совпадают по своим, как бы сказать, действиям по Нюрнбергскому трибуналу. Он говорит, вот фашист, вот это не фашист. Почему он не подходит по приговору Нюрнбергского трибунала? Там все очень просто. А во-вторых, это люди, ну, скажем, господин Дугин, а есть такой Александр Дугин, евразиец, который в восьмом году провел митинг на площади Маяковского закрытия Эхо Москвы. Это было во время грузинского конфликта. Ну, я закрыл ему Эхо Москвы. Проведет митинг-открытие Эхо Москвы, я открою ему Эхо Москвы. При том, что он очень яркий, действительно, нет, ну, слушай, ну, ты имей совесть. У нас была история с Владимиром Вольфовичем Жириновским, который однажды на этом самом, на трибуне Государственной Думы назвал нас негодяйским радио. Я говорю, ну, мы, поскольку мы негодяйское радио, значит, сюда, он же приличный человек Жириновский, а мы негодяйское радио, значит, нечего приличному человеку делать на негодяйском радио. До свидания. Мне, да, ну, и, значит, вот он попадает, но не в список это, ну, вот, не звать и все. Хотя он лидер крупной политической партии, но мы не можем позволить себе ходить по ногам. Мы себя любим, уважаем и считаем это запретным. Значит, на следующий день звонит мне его помощник, что случилось? Ну, естественно, я вешаю приказ и рассчитываю, что эта бумага попадет во внимание на всех. Я говорю, ну как, он назвал нас негодяйским радио, но извини ради Бога, я говорю, но чего не будет у нас все. Не то, что я обиделся, это просто нарушение правил отношений со СМИ. До свидания. Он какой может быть великий, но пошел. На следующий день он мне звонит в 7 утра, что-то говорит, смотри, сегодня выступление его в Государственной Думе. Хорошо. В кабинет набивается народ, включаем, выступает Жириновский. Жириновский, там чего-то там, пятиминутка какая-то у него, пять минут. Он говорит, вы сегодня слушали «Эхо Москвы», говорит Жириновский, вы не слушали, вам тут делать нечего, если вы не слушаете каждое утро «Эхо Москвы», это блестящее радио. Единственное радио, которое надо слушать, говорит Жириновский, я все узнаю от них, они молодцы, лучшие радио в стране. А вы, говорит он депутатам, это все на государственном, вы не слушаете, вон отсюда все. Я говорю, ребята, снимаем приказ. Это такое извинение. Понимаете, поэтому этот черный список, да, он связан либо с фашистскими поступками, либо он связан с оскорблениями в адрес «Эхо», ну, который если человек извиняется, знаете, горячая поле, мы все понимаем, мы сами горячие парни и девушки, но если человек извиняется публично там же, где он оскорбил, так же, как Михаил Веллер, вот вам, пожалуйста, Михаил Веллер, знаменитый писатель, во время эфира встал и бросил стакан в ведущую, не попал стеклянно, я сказал «до свидания». Значит, извинится и вернется перед ней и перед слушателями. До сих пор не извинился. Ну, нет, ну вот его нет, ну и не будет, пока не извинился. Это простой, понятный всем принцип. Ну, и напоследок, давайте истории коснемся. Вы упомянули, собственно, в обществе поднявшиеся споры по поводу даты стояния на реке Угре. У нас в Татарстане особое мнение к этому. Ваше мнение какое? Мое мнение, что не надо устраивать войну памятников. У России очень сложная история. В нынешней России живут массы народов, которые воевали друг с другом. И которые, как бы сказать, покоряли друг друга. Я скажу грубее, которые вырезали друг друга, давайте скажем так. И те, и другие. Давайте оставим это историкам. Давайте не будем это вмешивать в политику. Вот историки пусть изучают, кто кого сколько резал и не резал. Что такое памятник? Памятник – это увековечение раздора. Вот существует в Казани памятник погибшим при взятии Казани воинам Ивана Грозного. Вот он существует. Там погибли люди. Это памятник погибшим. Вот Жескар де Стен в 1980 году вместе с Брежневым открывал памятник французам, погибшим на Бородинском поле. Еще раз. Вместе с Брежневым памятником погибшим. Вот если уважаемый мной, очень уважаемый мной, Калужский губернатор Тамонов сказал бы, а давайте поставим памятник погибшим. Да двумя руками за. Да двумя руками за. Там, в общем, погибло немного. Ну и хорошо. Но все равно это погибшие, это память. Понимаем. Память – понимаем. Но когда делать памятник для того, чтобы политически попиариться, зачем? Он и так велик, Артамонов. А с другой стороны, как бывший школьный учитель истории, могу сказать, что губернатор плохо знает историю, что произошло на реке Угре. А для чего? Вот для чего? Да? Памятник, скажем так, мифологической истории. А это неправильно. А памятник погибшим всегда правильно. Особенно, когда разные люди приносят туда цветы. Последнее скажу. Был в Омске. Мне говорят, вот мы хотим поставить памятник Колчаку, но боимся, коммунисты будут, значит, там. Я говорю, а поставьте памятник такой, знаете, Колчак спиной к Тухачевскому. Тухачевский выгонял Колчака из Омска. Оба были расстреляны потом. Значит, коммунисты будут приносить туда цветы, и вы сюда цветы. Да? Это общая история. История же общая. История же наша общая. Ну, как можно сейчас разделять? Как будто мы до сих пор стоим на этой несчастной реке Угре. Вот такая река. Вот такая река. На Угре. И никак не можем перейти ни в одну, ни в другую сторону. Чтобы они утоплены. Я бы сказал. Спасибо большое. Ну, что ж, на этой оптимистической ноте давайте, пожалуй, завершать. Алексей Алексеевич Венедиктов сегодня был в гостях у программы «Тема». Спасибо еще раз вам. Спасибо вам. За ваше мнение и осуждение. Уважаемые телезрители, ну, а вам спасибо, что в этот вечер были вместе с нами. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова